Городом. Радио. Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часов. Добрый день, уважаемые радиосудки. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас, как мы уже анонсировали, на прямой связи с нами посредством ЗУМа будет секретарь президиума СЕИМа. Я думаю, вам хорошо известный депутат Андрей Клементьев. Андрей, добрый день. Добрый день. Да, ну у вас уже рабочий день с раннего утра, уже с девяти утра началось очередное, как я говорю, неочередное заседание. И это далеко не последнее, все только начинается. Об этом, может быть, чуточку позже. Все-таки у вас большой парламентский опыт, и вам, наверное, как никому другому известно такое понятие, как конституционный кризис. Об этом говорил на днях президент Левиц, и он даже, я так понимаю, чуть ли не пригрозил депутатам распуском, если не будет соблюдено решение конституционного суда по этой административной территориальной реформе. Весь вот камень прикновения был в Вороклянах. Может быть, несколько слов расскажите, что вообще произошло, действительно ли был конституционный кризис, поскольку вот и фракция, которой вы представляете согласие, не поддержала вот возвращение, если так можно сказать, вот Вороклян в Мадонский край. Да, совершенно верно. Была такая ситуация неловкая в парламенте, когда депутаты правящего большинства пытались проигнорировать решение конституционного суда. Но я вам честно скажу, что здесь больше просматривалась, конечно, несогласованность в коалиции, которая впоследствии реализовалась с отставкой трех министров. То есть не было конституционного кризиса, была проблема контроля со стороны премьер-министра за происходящим в законотворчестве. В данном случае у него полная потеря контроля над фракциями парламента. Фракции между собой не коммуницируют. Национальное объединение вместе с новыми консерваторами поддержали инициативу группы депутатов, тем самым ввели коллизию в решение об двух районах, Резактинском и Мадонском. И с этим президентом решил вызвать всех утром к себе во дворец и попытаться на них надавить. Но не было, я тут был свидетелем, не было никакого страха перед распуском, или была какая-то сумасшедшая суета. Это технический вопрос, и я вам честно скажу, что если бы президент действительно контролировал ситуацию над решением конституционного суда, о чем он впоследствии сказал, то он бы очень внимательно прочитал то решение, которое было принято в парламенте по социальной сфере, которое меня больше волнует, людей больше волнует. Я считаю, что не было реализовано все, что касалось минимальных пенсий, гарантированного минимального дохода и других видов пособий, которые прошли через конституционный суд. То есть в рамках решения бюджетных прошлого года были сделаны некоторые уступки или видимость исполнения решения конституционного суда. Но по большому счету и мое мнение, и мнение омбусмена, который подавал иск, не было стопроцентной реализации решения конституционного суда для того, чтобы люди после этих поправок жили лучше. То есть там было, ну... То есть я так понимаю, что такое избирательное отношение президента к исполнению решений конституционного суда, да? Совершенно правильно вы заметили, так как в данной ситуации об неисполнении решения конституционного суда говорило министерство благосостояния, об этом говорило юридическое бюро парламента, об этом говорил я и говорил заявитель омбудсмен. И если бы президент у нас был настоящий, народный, а не коллекционный, то, скорее всего, он бы вызвал бы как раз во дворец непосредственно после решения или не решения бюджетного вопроса. Или не подписал бы бюджет. Он, между прочим, сделал несколько пометок, подписав его. Но в любом случае здесь он поглядил пальчиком депутатам от коалиции, которые его выбрали непосредственно на эту должность, и сказал, ай, делайте все так, чтобы не было так заметно для избирателя. В данном случае я считаю, что это был театр, и никаких реальных кризисов не было. В любом случае переголосовали бы, и ради вороклян никто бы здесь парламент не разгонял. Там бы и речник стал бы о разгоне парламента, а все же о заявке на референдум. В данном случае я не очень рад решению, которое принял парламент по вороклянам, что они остались отдельно. Но я еще раз говорю, что здесь просто плохая коммуникация, которая впоследствии спровоцировала проекционный кризис маленький и отставку трех министров. Да, вот в подтверждение того, что вы сказали, мы же помним, что было решение Конституционного суда и по поводу частных вузов. Но фактически ведь Сейм его не исполнил. Или исполнил, очень странно. Господин Левиц даже тоже дал свои комментарии по этому поводу. Но, тем не менее, этот бракованный закон он подписал. Да, совершенно верно. Я просто не специалист в высшем образовании. Да, ну, как пример. Которая социального блока, я знаю, что не было исполнено решение Конституционного суда. Что касается моих коллег, которые работают в области образования, особенно высшего, частного, языков, да, там было какое-то интересное половинчатое решение, которое наших заявителей, там была наша фракция заявитель, не удовлетворили до конца то решение, которое наши юристы прочитали и праздновали победу в Конституционном суде над неправильным законом о высшем образовании. Да, вот возвращаясь к сегодняшнему социальному сейму, все произошло весьма быстро, вот эта вот такая пертурбация в правительстве, замена министров, появление новых фигур, даже в значительной степени неожиданных. Как вы все это оцениваете? Это действительно была реальная угроза правительственного кризиса или просто вот воспользовавшись слабостью КПВ ЛВ, просто остальные партнеры забрали себе, вот разделили эти министерские посты? Если бы мы не жили бы в этой стране и смотрели бы со стороны на все, что происходящее, конечно, это была очень веселая комедия. Это поразительная комедия, при том, что даже не надо было смех бы накладывать. Вы представляете, министр Багастани Рамона Петровича вчера рассказывает масс-медиам, что ей позвонил утром премьер-министр и сказал, что собирай вещи, ты уволен. Вы представляете, он параллельно давал пресс-конференцию для средств масс-информации и параллельно набирал ее и говорил, собирая вещи. Самое интересное, что она искренне не понимает, за что. Она человек как бы не очень... Ну ладно, не будем. О ней уже много говорили. Но в любом случае она все-таки поверила премьер-министру, который заявил, что все разборки по Кабинету министру будут после выборов в самоуправление, после того, как мы взвесим вклад каждой партии в действующие... в исполнение программы Кабинета министра, но в любом случае будет какой-то анализ. А тут, понимаете, она пришла на работу, он звонит, говорит, слушай, собирай вещи. Ну а вторая комичная ситуация, когда Илга Шуплинская сидит, работает, портит нам настроение всем, потому что... Собирает пресс-конференцию, рассказывает о том, как будет 1 сентября, я помню. Она пресс-конференцию собирала. И параллельно ей журналисты говорят, подожди, так вы же уже уволены. Да-да, и она такая, знаете, такая интересная. Все такая, да не может быть, открою информационное агентство «Лето». И там написано, что номинирую новую министру. И она сидит такая бедная и печатает на компьютере, прошу меня исключить из партии. Почему-то пишут об этом публично, выкладывают это в сеть. Как, знаете, как в Тик-Ток мне надо было сейчас записать по этому поводу, потому что туда даже меня опять не проинформировали, не позвонили, а номинировали следующего на моего мужчина партии. Она говорит, если вы меня уволите, я в правление партии напишу заявление. Ну, естественно, она пишет туда и говорит, ну, извините, у нас здесь партия авторитарная. Как сказал Борданс, так и будет. Ну, по большому счету, все это прекрасно знают у нас. И это небольшая сенсация. Ну, как-то обиделась, вышла из партии, вышла из состава комит-министров. И как бы так, и плохо все. Нет, нам-то хорошо, потому что все мы натерпелись от ее решений. Я лично имел контакт по некоторым вопросам с ней. Это ужасно необязательный политик. И я надеюсь, что больше не вернется. То есть компетенция была очень низкая, да, уровень компетентности? Я не знаю, как компетентность, но по поводу способности управлять, выполнять обещанное, как бы смотреть на перспективу. Потому что конфликты у нее были везде, со всеми. То есть везде она поругалась, со всеми обещанными организациями, со всеми. Короче, не будем опять плохо тех, кто покинул комит-министров. То есть два плюса есть. Это Рамона Петровича в отставку. Плюс то, что Шублинского тоже уволили. И тоже опять комичная ситуация. Человек, который меняет ее, может, кажется, она была непосредственно у Шублинской парламентским секретарем. То есть ответственным человеком по законотворчеству, по реализации законов в парламенте. То есть тураприческая персона в министерстве. И они поругались, и она ее выкинула с должности. Здесь был такой интересный шум по этому поводу. Как так, выстав парламентского секретаря выкинули. И вы представляете, вот через какое-то время тут парламентский секретарь, который она в Тресском выкидывает, возвращается на ее должность уже. И ей сообщают не то, что даже по телефонному звонку, не то, что по СМСке, а вообще через СМС информации. И когда спрашивают у главы партии, министра юстиции, а за что вы уволили Шублинскую, ну, рекомендовали ее уволить, потому что политическая ответственность есть, он говорит, вы знаете, не буду объяснять, там все сложно. То есть показывает, насколько как бы не уважает, к сожалению, общество, даже не пытается объединить свои политические решения. Но еще раз говорю, что для нас, скорее всего, для нашего избирателя, для нашей политической силы, да и для людей, да и для всех, уход Шублинской – это больше позитивная, чем негативная новость. Поэтому в данном случае смешанные чувства у меня по отношению к данным отставкам, так как двух министров, которые, естественно, вызывали очень большую агрессию среди действующих политиков, большое непонимание среди бывших политиков, ну и полную, как бы, отстраненность избирателей от их реальных проблем. Вспомним, как она покупала компьютеры, как она запускала все проекты, связанные с ЭСКОЛ и так далее. Да, вот что касается еще одной фигуры, которая вызвала много вопросов, это Мария Голубева, довольно заметный персонаж в нынешнем Сейме, глава, кстати, фракции АТСБ ПАР. Но вот казалось бы, что как раз она могла претендовать на пост министра образования, поскольку ее предыдущая карьера все-таки была связана больше с научной деятельностью, чем с преподаванием. Но она ей успела попреподавать, и я знаю, что она там занималась исследованием в общей сфере политологии. Но министерство внутренних дел, ну, никогда рядом она там не стояла, с этим не было связано. Я знаю, что у вас есть еще до избрания в Сейм в свое время опыт работы в правокредитных органах. Вот справится ли она? Ведь МВД очень тяжелое ведомство. Ой, здесь, опять же, хорошо бы, если мы жили бы в другой стране, и это происходило бы как бы непосредственно в сериале, да, то здесь, конечно, тоже хочется, к сожалению, иронично улыбнуться, так как я, смотри, в голове уработаю весь этот созыв, который она мой зам по президенту, то есть она является моим товарищем здесь официально. Ну, я скажу, что как человек, в общем, как бы привлекательный, симпатичный, в этом смысле у меня нет проблемы с коммуникацией, то есть исполнительная, обязательная. Ну, то есть не проблема как реальный политический лидер своего объединения, то есть глава фракции, то есть все хорошо там. Но как человек, который знает систему, который действительно офицер в отставке и работал в криминальной полиции, и зная многих товарищей, которые до сих пор работают или как бы болеют за эту отрасль, они говорят, что все-таки там министр должен быть не только специалист, но еще и авторитет непосредственно в структурных подразделениях, которые подчиняются министру не напрямую, а через административное крыло, то есть через госсектория, но в любом случае, то есть от министра ждут классных решений, которые касаются непосредственно и самого процесса, и самого результата, если мы говорим о каких-то, особенно в спецслужбах, ну и, естественно, как минимум знать работу рядового полицейского, рядового спасателя или хотя бы... Ну, в общем, короче, хочется авторитетного, крутого специалиста, независимый мужчина или женщина, но который знает работу и на земле, и, как говорится, административно. В данном случае получилось, что квота была непосредственно у объединения пар и как бы по этой квоте взяли самого опытного игрока в политических кругах и поставили. В данном случае, ну, действительно, жалко мне ребят, которые служат в полиции, и девчат, которые сегодня... То есть у них будет как бы министр, который ничего не знает. Хотя, насколько я знаю, она работает в комиссии по национальной безопасности, но это совсем нереальная жизнь. И пока она войдет в этот... Вкус сделан, наверное, полгода пройдет минимум, да? Организм полицейский, спасательный и так далее, там много структур. Пройдет время, мы просто потеряем время. То есть будем надеяться, что ничего не испортят. Да, но это значит, что будет пертурбаться и в Сейме, и в том же президиуме. Понятно, что госпожа Голубева, видимо, сложит мандат, пока будет исполнять обязанности министра. То есть изменения еще будут, да? Такие игры еще будут, кадровые, правящие коалиции в Сейме. Да, да, тут как бы месть страшна со стороны правящих. То есть они сейчас мстят по всем фронтам по бывшим своим товарищам КПВ ЛВ. Это доказывает то, что мы с вами давно уже обсуждаем. Абик в политике друзей нет, здесь только интересы. И здесь, конечно, мстительная рука долетела и до главкомиссии. То есть у нас планируется замена двух комиссий. Одну руководит ревизионный господин Гильгенс, только младший, который брат того министра. Министр останется без мандата того, скорее всего, снимут и по куларам хоть разговоры, что это, скорее всего, будет кто-то из консервативной партии руководить. Что касается комиссии по народному хозяйству, которая Немира возглавляет, ему тоже сказали спасибо и до свидания, да? Да, тут они с Немира дружили. Он был даже в составе кабинета министра, был министром экономики. И он был как бы надеждой. И господина Карничева, помните, как он его хвалил своим. Как только немножко подскользнула с нога, его выкинули с кабинета. А сейчас уже собираются голоса для того, чтобы опять снять его с должности, без всяких анализов, что плохо, а просто меняют, потому что необходимо место для одного из видных представителей консервативной партии. В любом случае понятно, что здесь нет никакой профессиональной анализы или какие-то вещи, или начатых работ. В данном случае просто квотирование и все. Нам полагается, мы должны зачистить. Уже под должность выбирается ли. К сожалению, так произошло МВД. К сожалению, так же происходит сейчас и по комиссии. Что касается этого президиума, то да, вместо Голубева будет Войко. У меня замом по президиуму. Ну, ничего, будем работать, научим. Ничего там сложного нет. Ну, кто-то будет тоже представителем этой партии для развития ЗА, судя по всему, да, вероятно? Да. Да, Войко, довольно известный человек в общественных кругах. Она была руководителем Делан и так далее. В любом случае, общественный деятель, который возвращается в президиум. Да, такого, может быть, вопроса я задам. Что касается КПВЛВ. Ну, судя по всему, уже никто не верит в их будущее. Да, вот раз их так спокойно, этих, по существу, осталось уже во фракции пять человек, раз спокойно их выкинули из коалиции, значит, они уже с ними не считаются как с какой-либо серьезной политической силой. Нет, конечно, и давно уже как бы не считались, так как у них это шатание и разброд давно происходит. По большому счету, после выборов в своем правлении, когда мы увидим результат, мы поймем, что и население больше не доверяет партии. Напомню, что это была вторая крупнейшая партия, которая вошла в парламент и имела довольно большое влияние на момент распределения постов здесь, в парламенту. То есть многие комиссии они возглавляли очень важные. В общем, в другом случае, это была сила. Скорее всего, после этих выборов, я думаю, что потеряет влияние и возможности как бы диктовать условия консервативная партия, так как население разочаровалось в этой партии, очень много видим по рейтингам падения, так как они очень много обещали, очень много обманули, они девальвировали собственное слово. Поэтому, скорее всего, если мы прогнозируем, что будет после выходных, то теоретически они будут заниматься в своей должности и расширять свой круг интересов. Но после недоверия и большого поражения на выборы в своем управлении, они будут вести себя по-другому. А это опасно для господина Калинича и для всех остальных. То есть, понимая, что они теряют доверие населения, будут вести себя, ну, не сдадутся они правильно, еще полтора года будут вести себя, поэтому они будут вести себя более агрессивно. Поэтому здесь четко понятная позиция, почему они забрали министерство благосостояния себя, они будут пытаться выбить для этой отрасли дополнительное финансирование. Для меня это хорошо, с Ромоном Петровичем не сотрудничество. Да, вот об этом мы сейчас и поговорим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, буквально пару минут мы сейчас проведемся. Андрей Клементьев у нас в студии, и после этого обязательно поговорим по очень близкой вам сфере благосостояния. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Радио Болтком Еще раз добрый день, Андрей Клементьев у нас в студии, вернее, не в студии, а посредством Зума. Это говорит о том, что мы очень ждем, что наконец пандемия закончится и удастся все-таки приглашать гостей в студию тоже. Андрей Клементьев у нас в студии, в Зуме, депутат Сейма. Вот мы говорим о сфере благосостояния, это близкая действительно вам сфера. Ее возглавит, ну понятно, что возглавит, чаще дебаты в Сейме, кстати, по этому вопросу продолжаются, но понятно, что сегодня, видимо, решение будет принято. Гатис Эглитис, тоже депутат Сейма от новой консервативной партии по образованию экономист. Я посмотрел его CV, действительно, с образованием академическим у него все хорошо. И карьера, кстати, еще до избрания в Сейм складывалась весьма удачно. Он был и в МИДе на достаточно высокой должности, и там был советником одного министра и даже премьера. Но вот сфера благосостояния, ну никак он с ней не был связан, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, Андрей. Нет, совершенно верно. Я вчера, была мне возможность переговорить с лидерами новой консервативной партии, где я пытался высказать свои опасения по поводу непрофессионализма конкретного депутата, но там вопрос решенный он будет. Но тогда я думал, если он как бы непрофессиональный работник, связанный с благосостоянием медицины, ну как бы это связанные вещи, может быть, перестанем ругаться и выстраивать какие-то, не выстраивать между нами мосты, а попытаться договориться за полтора года, которые остались до следующего созыва, выстроить нормальную конструктивную работу между парламентской комиссией, даже оппозицией, между мной и министром. Многие министры соглашались на такую работу, это вполне нормально, когда мы работаем непосредственно над улучшением законов в виде не конфликтной ситуации, которую сейчас выстраивали с Романом Петровичем, а в виде нормального профессионального разговора. То есть мы можем приглашать юристов со своей стороны, можем звать общественные организации, федерацию пенсионеров, например, общественных инвалидов, то есть и садиться за стол и говорить, что вот у нас такие-такие есть нерешенные проблемы, что министр может потом полускать. Естественно, он приходит с специалистами главами департамента, приходит с госдегтарем, который профессионально работает как раз над этими вопросами, мы начинаем выстраивать. Мы говорим, вот мы хотим, чтобы за полтора года улучшилась например, в законе о пенсиях доплата и за стаж, которые сейчас игнорируются с Романом Петровичем, обещала мне, а не для завала. Это будет стоить столько-столько, если возможно. И так далее. То есть очень много вопросов, которые у меня на столе и которые я бы хотел сейчас узнать перспективы. Конечно, есть вариант просто стоять на голосование и проигрывать, а есть такой, где мы выстраиваем какие-то определенные точки специально находим и говорим, что мы готовы уступить в сроках реализации этого проекта, но я хочу, чтобы этот парламент снял вопрос о доплатах за стаж после 2012 года, который сейчас не учитывается. То есть в любом случае у меня план есть, и я немножко рад, что сняли Романа Петровича с должности, так как с новым человеком возможно будет договориться, а может не получится. Но насколько я понимаю, что лидеры новой консервативной партии, которая сейчас будет отвечать за эту область, они действительно недовольны своим признанием у населения, они хотят доказать, что они способны что-то дать из своих обещаний. Поэтому очень так с большой надеждой, надеждой я смотрю на будущего министра, что может не получится. Через полгода мы с вами встретимся в эфире, я скажу, получилось не получилось. Но в данном случае, да, это как бы не профессионал в нашей области, но он понимает, что сегодня экономика, что сегодня у нас в дебатах звучало, что Латвия единственная за первый квартал текущего года внутренний валовый продукт у нас падает, а в Балтийском регионе, как таково, в общем, растет за счет литовцев и эстонцев. Он прекрасно понимает, что данные мероприятия, которые проводились в пандемии в Латвии, на экономике отразились больше всего. Значит, на экономике, значит, на людях, значит, на пособиях и на пенсиях. В данном случае я надеюсь, что мы найдем общий язык. Ну, я всегда готов встречаться, разговаривать и находиться в себе точке соприкновения. Можно ли сказать, что вот это правительство в таком составе худо-бедно все-таки до выборов в 7 в октябре следующего года доработает? Не знаю. Тут, вы понимаете, здесь каждый день, как на бочке с порохом, никогда в жизни не видел настолько нестабильного правительства. Еще впереди обсуждение бюджета, очень тяжелого, кстати, на следующий год. Да, ну, конечно. Если каждый выйдет со своим... Понимаешь, ну, Абик, ты же знаешь, что в будущий год еще будет под давлением ковидных послаблений для экономики. То есть мы всегда придерживаемся критериев фискальной дисциплины, придерживаемся дефицита, придерживаемся долговых обязательств. Пандемия во всей Европе разрешила брать в долг, разрешила накапливать дефицит, разрешила не выполнять мастерские критерии. То есть в любом случае экономику дали возможность развиваться самостоятельно, особенно в фискальной политике. И даже, я думаю, в монетарх, я думаю, напечатали довольно большое количество денег. И поэтому, если мы допускаем, что ничего не изменится со стороны надзорных органов Европы за нашим бюджетом, то будущий год мы еще свистаем без особых потрясений, урезаний, сокращений и так далее. А вот 2023 год будет, конечно, страшно, потому что вернутся обратно все критерии, дефицит бюджета. А долги очень большие мы набрали вообще за этот год. Долги большие мы набрали, да. То есть тут проблема даже не Латвия, а всей Европы, потому что отпустили это всех, напечатали большое количество в Америке долларов, здесь евро. Поэтому в данном случае экономикам, кто первое восстановится, начнет самозарабатывать, то есть быть самодостаточным, да, те страны выскочат, те остальные, наверное, скорее всего, будут тонуть в дефляции. В дефляции, я еще не извиняюсь, потому что она будет прирост очень большой. Мы уже сегодня по ценам на продукты питания, на коммунальные услуги, то есть в любом случае инфляция начинает разгоняться, то есть начинается выжимание лишних, незаработанных денег с экономикой. И поэтому, конечно, здесь очень важно, чтобы бюджет, как раз инструменты бюджетного финансирования коснулись прежде всего людей. И людей, которые работают, и людей, которые пытаются создать предприятия, малые предприятия, которые пытаются восстановить предприятия. И тут, конечно, работа экономисту даже в области благосостояния очень необходима. Жалко, что Виттенберг вернулся, так как он не был лучшим министром экономики, не понимает никаких процессов. Но в любом случае тут бюджет должен быть щедрый, я считаю щедрый, для того, чтобы не утопить в будущем всю экономию. В 23-м году бюджет, в 23-м году, еще 2-й год, будет довольно легкий. Да, вот до этого нового дележа портфелей мы помним, что новая консервативная партия заикнулась о необходимости заморозить вступление с 1-го июля вот этих налоговых изменений, которые, кстати, касаются то, что вы говорили, микропредприятий, которые заметно осложняют жизнь этих микропредприятий, фактически они сворачивают свою деятельность. Но я так понимаю, что сейчас уже после распределения постов позиция ИКПЛ, новой консервативной партии, может поменяться. Да, но я говорю, что непредсказуемая партия их кидает слева вправо с консервативной в либеральные ценности. То есть нет там модели, кто же не придерживается капельных экономических формул. Поэтому я боюсь прогнозировать, что они сделают с этими, конечно, налогами, так как действительно неблагоприятная ситуация сегодня пытаться задушить малый бизнес и тех людей, которые работают в альтернативных налоговых зонах. Значит ли это, что вот практически правящие партии, правящие коалиции, их сейчас осталось четыре, они все делают, ну, естественно, невольно, все делают так, чтобы вот эти новые политические силы, которые тоже у нас появляются на горизонте, не будем их рекламировать, мы знаем, там три-четыре аж политические силы новые появляются, чтобы им обеспечить какой-то успех на грядущих выборах парламента. Ты понимаешь, это был бы классический вариант, как мы с тобой наблюдаем последние 30 лет, когда включаются качели, когда летает как бы любовь электрора к разным новым партиям, но я думаю, что в данном случае будет сумасшедшее разочарование населения, избирателей, жителей Латвии в том, что они могут влиять на политические процессы. Настолько тяжело и плохо провели КПВ, ЛВ, ну, Кампедр, Валст вместе с Каминшем, это политический сезон, люди так много надеялись на них, что они все-таки ведут какие-то новые справедливые вещи у нас в Латвии, да, пускай банально звучит, но, действительно, там были очень простые лозунги, все рассчитывали на ЕКП, консервативную партию, что, вы поймите, что парламент поменялся на две трети. Все надеялись, что эти две трети, они по большому счету внесут новое что-то в Латвию. Ну, прежде всего в социальной политике, естественно, в экономике, меньше, конечно, думали избиратели о белорусском вопросе, или какие флаги будут висеть около гостиницы. Люди думали, что мы войдем в новую эрбу, поэтому была такая большая смена. И большое разочарование, эти люди ведут себя в парламенте хуже, чем предыдущие, все вместе взятые. Поэтому в данном случае, по теории, конечно, избиратель должен искать новую политическую партию, он должен искать новые выходы, но я думаю, общаясь с избирателями, смотря социальные сети, что, скорее всего, разочарование будет, и на выборы люди не пойдут. Поэтому в данном случае надо очень постараться для того, чтобы количество людей опять вернутся в политическую жизнь. Они не верят, что выборами можно исправить социальную политику, политику государства, внешнеполитическую. Потому что при причиновой силе угрохали транзит, потом они угрохали финансовый рынок наш, они полностью отказались от транзитных позиций. Понимаешь, тут как бы можно перечислять, перечислять. Поэтому люди, которые работали в отраслях, которые жили около этих отраслей, обслуживали эти отрасли, они же прекрасно понимают, что, ай, слушай, делай, не делай, все равно получишь, в конце концов, как в песне «Ушнура». Конечно. Да, вот не могу не спросить вообще о роли нынешнего Сейма в пандемии, но только в последний момент, может быть, из-за этих разногласий в коалиции парламент напомнил о себе, мы помним это очень важное голосование и по открытию летних террас, то, что люди оценили, и по продлению работы террас до 24 часов, а не до 21, а до 24. Еще некоторые решения, которые фактически заставили правительство как-то взглянуть по-другому. Хоккей ты забыл? Хоккей забыл. Да, хоккей – это особая, кстати, глава. С этого все началось. Я уже, честно, грешным делом подумал, что правительство проигнорирует это решение, но, видимо, тогда уже новые консерваторы бы так обиделись, что… Ну вот, значит ли это, что СЕИМ все-таки по-прежнему, ну или не по-прежнему, а все-таки будет местом принятия решения, а не просто машины для голосования? Или у тебя такого оптимизма нет? Нет, мне радует твой оптимизм. Я знаю, что ты каждый день отслеживаешь политические процессы и правильные в кабинете, поэтому у тебя четко, грамотно есть нота оптимизма. Конечно, доплата 500 евро для детей, 200 евро для пенсионеров, решение по террасам и под ключом магазинам – это все заслуга парламента. Как бы там ни было, тут немножко дисбаланс традиционных наших правительственных рычагов, который раньше был всегда, последние 30 лет, находился в кабинете министров, он пошатнулся, и они начали оглядываться на парламент. Тут, конечно, оппозиция намного активнее здесь, как бы она и существует, присутствует, в кабинете ее нету. То есть 35-40 голосов у нас постоянно производят давление и по комиссиям, и по пленарным, поэтому мы сидим здесь и до 10 вечера, и до 11, все возмущаются, что мы там сидим, толк есть. Мы создаем как раз это давление, при котором они чувствуют некомфорт. И все решения, естественно, были позитивные, под давлением. То есть ни одна партия, ни в одной стране мира, находясь у власти, не любит давление оппозиции, поэтому наша роль здесь, конечно, очень важна. Да, мы действительно перенесли центр тяжести в парламент. Мы перенесли ее как раз на площадку, которую мы профессионально умеем работать, потому что у нас самая большая партия, фракция в парламенте, и мы работаем в газонах. Мы действительно могли доказать, что некоторые вещи можно раскачать. И действительно, я надеюсь, что роль оппозиции возносит в парламенте, так как у коалиции сегодня 55-57 депутатов, при том, что, по-моему, 7 или 8 депутатов, то есть золотые голоса, они не организованы ни в одну группу, они такие, сегодня так, завтра так. То есть если с ними мы работаем в парламенте, если мы с ними доказываем в комиссиях, что решение кабинета, возможно, выглядит хорошо, но, по сути, она добивает какой-то сегмент экономики или против людей, мы сможем их переубедить. У них нет привязки к каким-то партийным ячейкам, потом руководству, правлением, главе фракции. То есть они такие свободные 8-9 художников, которые поддерживают кабинет министров, которые можно переубедить, и ради их будущего политического мы сможем перетянуть к себе. Поэтому да, я с тобой полностью согласен. Парламентская республика возвращается. Я надеюсь, что парламентское давление на кабинет министров возрастет, и тогда они смогут более ответственно подходить и более аргументированно подходить к своим документам. Раньше как было? Они принимают, но, к сожалению, большинство отрабатывали. Тут придется доказывать непосредственно нам в комиссии. Может быть, такой вопрос. Когда мы знаем, что кабинет министров, пускай еще не в полном составе, но вернулся к очным заседаниям, когда вы все соберетесь в главном зале парламента на такое уже, видимо, историческое заседание? Уже, наверное, сколько с сентября прошлого года, по-моему, не было таких? Или с октября заседаний очных? Да, ну, президиум работает каждый день. То есть мы осуществляем оперативное управление парламентом, работы, администрации и так далее. То есть, я помню, не было даже таких недельных перерывов, тут связанных с какими-то самоизоляциями в связи с тем, что у нас болел коллектив. То есть главы комиссии тоже, по большому счету, находятся на рабочих местах. Да, депутаты работают удаленно. Но дело в том, что парламент не использовал свою возможность вызвать сюда людей с вакцинами и провакцинировать из коллектива. То есть мы, если к вент-министрам воспользовался, тем правом первой руки злоупотребил, залез без очереди, то парламент более такая народная. Мы шли вместе со всеми, без всяких привилегий. В данном случае мы не знаем сегодня, и я, как секретарь парламента, не знаю, сколько у меня в администрации людей прошли вакцинацию, я не знаю, сколько депутатов прошли вакцинацию, я не знаю, сколько у людей переболело. Поэтому в данном случае я не имею права спрашивать. Я буду наставить, чтобы мы не лезли в личное дело людей, и не было у них обязательных вакцинаций и так далее. Поэтому собрать 120 человек в зале сегодня нет возможности. Ну, 120 имеется в виду вместе с работниками парламента, чтобы было понятно. Потому что 100 депутатов и еще работники, которые помогают. Конечно, и техническая IT-программа, и делопроизводство, и так далее. Ну, в общем, и юристы в зале. То есть у нас в любом случае 120 человек набирается. И поэтому нет разрешения собираться больше 20. Да, кстати. Так что, нет, я очень соскучился по варианту увидеть чиновника. В интернете, я уже говорил, не раз они избегают. Я думаю, что сегодня этот год управляли страной больше чиновники, потому что действительно в реале такой саботаж с их стороны я давно не видел. Мы видим по вакцинации, по всей медицинской отрасли, когда чиновники просто издевались над министрами и так далее. То есть в данном случае, да, всегда встречаешься в кабинете, встречаешься в комиссии, ты можешь удовлетворить вопросами, аргументацией и вытянуть на более-менее вменяемое решение. В данном случае, да, в онлайн-платформе, вот видишь, мы с тобой разговариваем, ты пытаешься перебить, а не пускай. Вот такое происходит у нас в комиссии. Полный хаос, и не очень-то это ведет к лучшему результату. Я жду, когда комиссия начнет работать. Это намного реальнее, в сентябре начнет работать. Вот, может быть, такой последний вопрос, фактически в догонку и подтверждение того, что ты говорил, когда ты сказал, что правительство все время находится на такой пороховой бочке. Вот только что состоялось голосование, вот, все имя за доверие новому старому министру экономики господину Виттенбергсу. Там 56 голосов за. Это значит, что коалиция достаточно слабенькая. Ну, и так можно сказать, по количеству даже голосов. 56 стоит кому-то уехать в командировку или не участвовать в заседании по разным причинам. И вот уже большинство такое очень зыбкое, да? Я понимаю, что еще управлять можно, но все это так. У нас такой честный эфир, и поэтому я даже не знаю, какой бы результат уже мог предположить, что роль оппозиции и этих 46 депутатов, которые сейчас оказываются с другой стороны, их роль возрастает. И как пропорцию сохранить в комиссиях очень сложно будет. Поэтому в данном случае, да, им придется уступать нам для того, чтобы выяснить какой-то результат. Мы же там как бы не являемся врагами в оппозиции, мы не являемся врагами развития Латвии, мы не считаем устои, мы прекрасно понимаем, что мы должны сегодня за оставшееся время для следующих выборов максимально вытащить страну из кризиса. Это правда. Спасибо большое. Будем надеяться, что удастся страну из кризиса вытащить. Андрей Климентев у нас был на прямой связи, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо.